И снова здравствуйте! Сегодня я хочу предоставить вашему вниманию рецепт классической греческой мусаки. А для этого нам потребуется баклажаны, фарш говяжий, соль, перец, мука, болгарский перец, чеснок, зелень кинза-ориган. В общем, можно использовать любую зелень. Ну, кинза-ориган более традиционный в данный момент. Лук, помидор, сливочное масло, любой плавящийся сыр, вино и молоко. Вино это красное сухое вино. Также можно готовить, есть еще рецепты с картофелем, но я буду готовить без картофеля. И еще добавлю, что фарш можно использовать не только говяжий, но и бараний, или даже смесь из говяжьего и бараньего фарша. Итак, приступим к приготовлению. В первую очередь мы нарежем баклажаны, чтобы слегка их присолить и дать им стечь, чтобы ушла горечь. Баклажаны мы будем резать вот такими вот пластинками вдоль баклажана. Если вы не любите шкурку на баклажане, кожицу, можете ее просто срезать. Так, баклажан порезан, слегка присыпается солью и соль вытянет из него всю жидкость с горечью. Потом эту жидкость надо будет просто слить. Баклажаны поставят, баклажаны должны подождать минут 10-15. Ну и точно так же, само собой, мы поступаем со вторым баклажаном. Теперь на крупной терке натираем сыр. Сыр натерт, убираем его в сторону и начинаем резать болгарский перец. Болгарский перец будем нарезать довольно-таки мелко, потому что мы его будем обжаривать вместе с фаршем. Вот так мы измельчаем весь болгарский перец. Далее измельчаем лук. Измельчаем вот таким образом. Лук и болгарский перец измельчили, убираем. Теперь будем разделывать наш помидор. Его мы режем напополам. Даже, наверное, порежем еще раз вот так. И натираем на крупной терке какую-нибудь емкость. Кожицу и место крепления плодоножки потом мы выбросим. Нам нужно чистое пюре. Вот выбрасывается кожица. Сейчас, немножко осталось. Все. И вот так мы сделаем пюре из всего нашего помидора. Вот такое у нас получилось помидорное пюре. Его убираем. Теперь нам надо подготовить зелень. В нашем случае это кинза и риган. Удалим с риганом вот такие толстые ветки. Они нам ни к чему. Также вы можете использовать петрушку, мяту, орегано. В принципе, скажем так, ту зелень, которая вам нравится. Начинаем измельчать зелень. Зелень мы измельчили. И теперь измельчим чеснок. Чеснок мы будем давить лезвая маза. И измельчать так в каше. Чеснок молодой. И давится очень легко. Все. Все ингредиенты у нас подготовлены. Переходим ко второй стадии готовки. Разогреваем сковородье оливковое масло. Перекладываем в сковородку лук. И начинаем его обжаривать. Когда лук слегка уже обжарился, так стал мягеньким. Добавляем фарш. И начинаем это все вместе уже обжаривать. Перемешиваю фарш с луком. И разбиваю комочки. Сейчас по чуть-чуть, по чуть-чуть. Все комочки уйдут. Уйдет жидкость фарша. И он станет рассыпчат. Фарш уже весь рассыпался. Потемнел. И отдал свою влагу. Он уже абсолютно без влаги. И полностью обжаривается. Теперь добавляем сюда болгарский перец. И опять обжариваем, периодически помешивая. Теперь надо присолить. И поперчить. Второшненько перемешаем. И выкладываем сюда пюре помидоров. Комочки, если попадаются, мы их разбиваем. Теперь нам нужно подождать, пока уйдет влага, которую дали помидоры. Жидкость от томата почти выпарилась от помидоров наших. И добавляем зелень и чеснок. И хорошенечко перемешиваем с нашим фаршем. И еще дадим минут пять выпариться нашей влаги. После того, как мы выпарили всю жидкость, которую нам дали помидоры. Точнее, пюре. Мы еще немножечко обжариваем наш фарш. Буквально пару минуток. И вольем в него красное, сухое, ну либо сладкое, кому понравится вино. Хорошенечко помешав. Мы переставим его на другую комфорку, на очень-очень маленький огонь. И будем его немножко тушить. Тушим под крышкой. На слабом-слабом огне. Минут пятнадцать. Потом выпаряем полностью всю влагу, которая останется. Тем временем будем обжаривать баклажаны. Чтобы обжаривать баклажаны, мы воспользуемся сковородой гриль. Нальем в него немножко масла. Всю жидкость с баклажан, которую они дали, мы слили. И будем обжаривать баклажаны. Баклажаны потребляют очень много масла. Поэтому обжаривать мы их и будем на сковороде гриль. И масла будем добавлять совсем немножко. Иначе они будут очень жирные. Обжариваем до готовности с одной стороны, потом переворачиваем на другую сторону. Также обжариваем. Обжарили баклажаны с одной стороны, перевернули и обжариваем до готовности с другой стороны. После того, как баклажаны обжарились с другой стороны, Выкладываем их либо на друшлаг, либо на салфеточку, чтобы удалить лишний жир И укладываем новую партию баклажанов Так мы будем жарить все баклажаны Прошло 15 минут Открываем сковороду с мясом С нашей начинкой для мусаки И теперь нам надо подвыпарить, чуть-чуть увеличим огонь Надо подвыпарить влагу, чтобы фарш весь был сухой Фарш наш уже полностью готов, вся влага из него ушла Баклажаны уже наши хорошо пожарены И переходим к третьему этапу Собираем нашу мусаку для запекания Берем форму для запекания и выкладываем на низ Первым слоем баклажанчики Теперь высыпаем наш фарш, начинку И разравниваем его равномерно Если вы готовите мусаку с картофелем То нижним первым слоем пойдет картофель Если вы используете большое количество баклажанов То чередуете баклажаны с фаршем на несколько слоев Я буду делать все в один слой И снова выкладываем баклажанчики Теперь нам надо приготовить соус бешамень Для чего мы помоем нашу сковороду вог И воспользуемся опять ей Для соуса бешамень мы вымыли наш вог Ставим его на огонь И кладем в него примерно 50 г сливочного масла После чего, конечно же, ждем, пока оно растопится И начинаем обжаривать в сливочном масле муку Вообще будет идеально, если это будет топленое масло Теперь мы чуть-чуть вот так вот обжариваем муку Начинаем вливать по чуть-чуть молоко Молоко берите пожирнее И теперь надо это все хорошенечко размешать, чтобы не было комочков Бешамель у меня получается густой Но вроде бы комочки все поразболтал Все, выключаем Бешамель готов Теперь мы аккуратненько Покрываем верхний слой мусаки Соусом бешамель Посыпаем сверху тертым сыром И ставим в разогретую до 180 градусов духовку Примерно на 40 минут Наша мусака готова Мы вытащили из духовки И сейчас ей надо дать отдохнуть минут 5-10 И потом можно нарезать Ну вот и все Получилось очень вкусно Очень нежный соус получился Попробуйте приготовить дома, не пожалеете Подписывайтесь на мой канал в YouTube Ставьте лайки Пишите комментарии Увидимся